Сегодня в коррекционной школе-интернате обучается и проживает более сотни глухих и слабослышащих детей. Но несмотря на свой недуг, они занимаются спортом, наукой, творчеством. Один из таких детей – Дима Терпугов. О нем мы рассказывали в рамках проекта «От сердца к сердцу». Ранее Дима совсем не говорил. Сейчас, как отмечают преподаватели, мальчик достиг больших успехов. Он уже может произносить многие слова. Главная мечта мальчика – обрести семью. Глухие и слабослышащие дети – это особые дети. Они испытывают трудности в общении, и для них важна коммуникация с людьми старшего поколения. Для этого серебряные волонтеры организовали праздник «День варенья». Дети в знак приветствия приготовили для пожилых людей концерт, где показали танцы и жестовое пение. Любое общение для таких детей в принципе важно, потому что, насколько мы знаем, эти дети немного изолированы от общества. Им тяжело находиться в обществе. И когда к ним приезжают люди, скажем, взрослые, опытные, которые могут их чему-то научить, что-то показать и рассказать, они всегда этому рады. В свою очередь сотрудники интерната показали серебряным волонтерам и местную достопримечательность – музей, где собраны вещи прошедших десятилетий. Многие эти экспонаты напомнили волонтерам детства, а после все отправились в столовую, где пенсионеры поделились с детьми своими кулинарными навыками. Любого человека нужно научить каким-то навыкам. И это все в жизни все равно пригодится. Мне вот в свое время так пришлось, я в семье, например, старшая была, мне мама с 5-6 лет уже учила. Волонтеры рассказали, как варить варенье, заваривать правильно чай, а также вместе с воспитанниками интерната лепили вареники. Готовить они вообще любят. Они вечером любят собираться в нашем кабинете домоводства, готовят различные бутерброды. И их кушать совместно, пить чай. Это у них прям как традиция. Поэтому именно такие вот мероприятия, как мастер-классы «Вкусные», как мы их называем, да, или там проведение дня рождения – это, конечно, самое любимое занятие наших ребят. Восприятие мира у глухих и слабослышащих детей отличается от того, как ощущают действительность здоровые ребята. Нарушение слуха – это определенного рода изоляция, и она отрицательно влияет на различные виды деятельности. Общение со зрелыми людьми, у которых за спиной богатый жизненный опыт – важная и полезная практика для таких ребят. А представителям старшего поколения, в свою очередь, очень важно ощущать себя нужными и в меру своих сил помогать тем, кому это так необходимо. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.